Доброе утро, уважаемые садоводы! Приветствую вас на своем канале Саморастек. Сегодня 2 июня, самый север Воронежской области. И я хочу вас пригласить с утречка прогуляться по участку, вообще посмотреть, что, чего и как сейчас происходит. Погода... Ну что ж так холодно-то? Ну уже лето, уже второй день лета, но уже пора теплеть. Посмотрите, вот на голубиках, видите, какие вот такие грустные, вот веточки молодые. Это потому что холодно. Я сегодня встала, ну в 3 часа я вообще-то встаю, колхозники встают рано. 6 градусов. Ну, 2 июня. Да что ж такое, попали мы вот в какой-то в нескончаемый межсезонье, потому что и зимой тоже было плюс 6 градусов. Я помню, я еще удивлялась. Говорю, как летом? Вот. Вот. Чарик. Ну, давайте немножко пройдемся и посмотрим, как все не хочет расти. Ну все, ну так медленно, ну так вот, ой, грустно. Ну, зато вот саженцы крыжовника. Им, по-моему, все равно, что их не посадили. Они готовы дать урожай. Земляника цветет уже, по-моему, месяц. Вот, у меня много земляники. Вот видели, сколько? Я такого, честно говоря, и не припомню. Ну, зато вот хорошо цветет купчиха. Вот ее, это часть моей купчихи. Посмотрите, какие у меня хвойники. Я их вырастила сама из маленького черенка. Уже скоро, вот уже настает время черенкования. Я вам обязательно, обязательно расскажу, как это делается и как вырастить вот такие вот шикарные растения. Хвойные. И как их содержать вот в такой, видите, вот ни ржавчинки, ни шуте, ни вообще никаких заболеваний, никаких гусениц. Я даже вот могу поближе подойти. Вот. Тоже расскажу. Это, на самом деле, все очень просто. Ничего такого не делаю. Просто заставила землю, попросила землю защищать тех, кто на ней растет. Вот я черенковала, знаете, вот таким вот, вот таким вот маленьким череночком. Им, сейчас скажу сколько, ну лет 10-12. Причем вот у этих туй очень сложная судьба. Я их зачеренковала в городе, потом мама их откопала, с открытым корнем посадила на одной даче. Потом, когда мы эту дачу продали, пересадилась сюда и вот растут. Ну, давайте посмотрим, насладимся видом цветения купчихи. Ой, какая ягода. Вот ничего ей не страшно, но опять же, ягоду не завязывает. Не завязывает, потому что нет тепла, нет радости жизни. О, а вот мой папочка. Пап, чем занимаемся? С утречка пораньше, время-то еще петух соседский не кукарекал. Ну, как говорят комсомольцы, утро начинается с рассвета. А в рассвете самое что, вышел и пощипал травку. Травку лишнюю. Это как раз то самое время, когда просыпаешься и растение просыпаешься. И взял ручками, спокойненько, пощипал, пощипал, пощипал. Ну, а там все просто. Если это делать каждый день, то получится вот это. Посмотри, что у меня растет. Пап, подожди. Во-первых, посмотри, ну вообще укроп не растет. Да что же это за лето? Ему месяц, да. А вот теперь все растет. Вот я стою, во мне метр семьдесят пять. Вот как выглядит мой часок. Ну, немножко у нас на возвышенности 10 сантиметров. Нет, но он же вот туда, он же внутри. Ну да. Но вот это же, это не Ива. Это не Ива. Это на нашей земле, на пляже. На нашем пляже, да. Вот. Смотри, вот сейчас садоводы часто спрашивают. Желтеет, да, вот, видишь вот. Да, вот кончики, да. Вот скажи, тебя это волнует или нет? Меня нет, потому что около меня ты. Ты всегда подскажешь, что надо делать. Я сейчас скажу, значит, что это может быть. Ну, во-первых, бывает такое заболевание, называется переноспороз. Это не он, потому что там совершенно другая картина. Это недостаток питания. Ну, просто не хватает. Причем не хватает, скорее всего, азота. Вопрос, буду ли я вот подкармливать и устранять это. А вы знаете, не буду. Вот сейчас комплексное разведу, какое-нибудь самое простое полью. Не буду. Почему не буду? Осталось ровно 40 дней до того, как его выкапывать. То есть мы копаем на Петров день, 12 июля. Сегодня 2 июня. Все, он уже скоро созреет. И давать азот сейчас смысла никакого нет. Не, ну вот этот сорт, пап, скажи, давай посмотрим, что там вырастет. Но выглядит просто супер. Ну, скажи, да, такого не было. Да, вот такое растение, ну, можно сказать, не часто встречается. На нашем пляже это вообще... А ты вспомни, когда мы его сажали, когда уже все посадили. Ты помнишь, он уже, можно сказать, в мерзлую землю. Ноябрь был. Ноябрь, да еще... Ноябрь не такой вот, не начальный. А где-то 15-20, чуть ли не ноября. В общем, по всем законам агрономии ничего вырасти не должно было. Пап, сколько тут не взошло? Штуки 3, наверное, да? Нет, не взошедших нет. Нет, было. Ты посадил лук туда, или ты там просто не сажал. Нет, я забыл в лунку. А, посади. Зубчик посадил. Ну и там вот он есть. Это семейный, это мы завели семейный. Да, посадил семейный лук. Вот он отсюда. Посмотрите, сколько идет. Посмотрите. Вот я небольшой специалист в выращивании вот именно семейного лука. Но от... Вот прям буквально, ну сколько, 10 дней назад я имела разговор с одними староверами. Кстати, настоящими староверами они выращивают этот лук. Сказали, если оставлять на семена, то надо оставлять вот как бы вот все вот эти вот, да? Все головки и вот все побеги. А если на головку, то нужно раздергивать, оставлять, ну где-то 3. То есть лишнее нужно удалять. Папа, а мы как будем выращивать? Мы сейчас начнем его есть. А что останется? Самые большие головки. Вот те останутся. Нет, мы мелочь оставим на семена. Вот, потому что сейчас... Вообще, вот, ну ты пробовал его. Скажи классный, да? Вон он, вот, хорошо виден, вот. Мелочи у нас быть не должно. Как это Высюковский? Высюковский или что там? У нас мелочи быть не должно. А вот, давай посмотрим на Стрегуновский. Вот недаром легендарный лук, вот недаром. Посадили, ну там, ну просто не под какие стандарты. Ну до того маленькие были головочки. Так они у меня, честно говоря, еще и, по-моему, подгнили. Потому что нам все время некогда. Гляньте, какая ботва мощная. Пап, ну скажи, скажи классный или нет? Ну, как сказать, это действительно... Опять зажалит, когда недавно. Да, лук, который рассчитан на урожай, действительно, на красоту. Поэтому сейчас, вот, чтобы немножечко замять сорняки, Вы видите, что здесь укроп. Вот, укроп у нас непростой. Он должен, фору даст вот этого чеснока через некоторое время. Пап! А в это время, да, окрепненный лук. Вот. И сейчас, конечно, сейчас, конечно, хорошо, что все это растет. Ну, растет плохо. Давай так скажем. Вот, ну ты же как бы из семьи староверов, да? То есть твоя бабушка староверка. Значит, твой укроп, можно сказать, что укроп-то староверов у нас, Но у тебя укроп потрясающий. Я не знаю, что он посадил, но в прошлом году, Вот поверьте мне, вот 10 лет директор садового магазина была, Что только не испробовали, такого укропа я не видела. Правда, сейчас пока еще растет как-то, ну, недружно, но холодно. Посмотри, вон там, ты что, два зубчика сажал чеснока, вон, два? Ну, так как я люблю этот чеснок, я люблю этот лук, я люблю этот укроп, Вот я этим не заливаю. Ты решил, а как я здесь сэкономить? Да. Давай, пап, еще один вот момент. Вот у нас уже большой опыт выращивания и лука, и чеснока в укрывном материале, И вот здесь, я не знаю, как я проглядела, но вы посадили без укрывного материала, пока меня не было. А это был эксперимент. А, ты хочешь потом, чтобы наслаждаться? Хочу, да, вот дать совет такой, не бойтесь всяких экспериментов. Ну, вот простой пример, вот этот семейный лук. Смотрите, вот квадратик без укрывного материала, а это вот с укрывным материалом. Ну, и вот разница, она видна. Ну, и, конечно, опять радость в моей жизни, это чеснок. Видно, что вот действительно посадил, само растет. Само растет. Вот, пап, к чему мы с тобой стремимся. Лень, двигатель, прогресс, всего остальное. Еще, конечно, хочется, что посадил, забыл, потом наткнулся на большие плоды. И чтобы не падать, каждый раз взял, собрал. Это про нас, это про нас с тобой. Ой, ну-ка, ты, коты помощники. Давайте глянем, как цветет земляника. Пап, ну ты посмотри, месяц цветет ягод, пока практически какая-то аномалия. Ну, это один сорт, там есть... Ну, это купчиха, купчиха, это всегда беспроигрышный вариант, ты же сам знаешь. Ну, вот они. Вот тоже купчиха. Да. И барсик. И барсик, да. А остальные... Ну, у меня как бы нет цели получения ягоды, потому что это маточные кусты, просто уже оставили их, чтобы не казнить, ну, хоть какой-то урожай собрать. Если бы мне нужна была ягода, там были бы другие подкормки, и я бы, конечно, заставляла их давать больше ягоды. Но я хочу сказать, что все равно, вот, учитывая, что это крупноплодные такие сорта, ягода будет. Но где тепло, где тепло? Не знаешь, папа? Ну, вот скажи, вот, за столько лет ты вообще вот замечаешь, что что-то вообще происходит вот из года в год, в какой-то вот межсезонье? Может быть и так, но я бы всем... У всех обратил бы внимание на то, что все меняется, но человек меняется медленно. Поэтому, если человек будет прикладывать не только руки, ноги, спину, а еще и голову, вот, то все, и это можно будет превосмотреть. Да, вот, и это самое главное, это все-таки мысль. Вот, да, аномалии, конечно, есть, следовательно, что нужны разные сорта, разная агротехника. Глянь, Эльвира. Да, нужно заниматься. А ты помнишь, как, вот скажи, вот мой, вот то, что я изменила сознание и подход к посадке картофеля, вот скажи, ты был удивлен теми урожаями, которые мы стали получать после вот того гороха, который до этого выкапывали? Ну, там потрясение было такое, что это отдельная песня. Мы расскажем обязательно, что мы делаем. На нашем песке, а у нас действительно песок... Да пляж у нас. 900 баллов всего плодородия земли из 14 тысяч 500... 500, эталон чернозема. Эталон чернозема. У нас 900. У нас 900, да. И получать клубни весом 600 граммов, да, вот, это, конечно, это было потрясение. Пап, ты тоже думал, что я колдовала или нет? Не, ну то, что ты колдуешь, это очевидно. Да ладно тебе. Особенно знаешь, как хорошо колдовать. Встаешь в 3 часа утра, уже где-то сегодня полчетвертого расцвело, на колени, на грядку, вот самое то, что вот и нужно для колдов. Говорят, вот, кто рано встает, тому Бог подает. Вот я боюсь прошляпить, будут подавать, а я сплю. Да, точно, вот это очень хороший момент, не пропусти его, желаю счастья. Оно иногда бывает сучится, скребется, а спать не надо. Смотрите, какой мы купили, как это называется, еврокоп. Это нужно для того, чтобы наши саженцы и посадки, ну, голубика, прежде всего, жимолость, растворять там удобрения и вносить удобрения. Вот эта емкость нас не устраивает. Вот приобрели вот такой еврокуб и скоро начнем все подкармливать. Туда мотор. Ну да. Не, ну это классная вещь, вот прям при наших объемах это вообще будет просто. Вот это опять шаг в какое-то будущее, в облегчение, вот, какое-то усовершенствование. Это сэкономит время, и мы это время сможем потратить на то, ну, чтобы, опять же, усовершенствоваться, что-то новое завести, о чем-то подумать. Давайте теперь насладимся вот видом гехер, гехерел, тиарел. Ну, классное растение, скажите, вот, на участке, особенно весной, особенно когда так грустно, вот, и растут, вот, растет такая прелесть. Это всегда замечательно и, ну, какое-то вот дает такое душевное спокойствие и какое-то удовлетворение, вот, пребыванием на природе. Вот, посмотрите, ну, это, конечно, все малышня, вот, об агротехнике я обязательно вам расскажу. Все очень просто, достаточно легко они размножаются, растут хорошо и неприхотливо, вот. Ну, а здесь земляника. Кстати, вот новые посадки земляники, это маточные, вот, и такой способ. Меня выселяют отовсюду с моей земляникой. Я решила и попробовать и в горшках ее выращивать. Ну, а это для тех, кто хочет получить сразу большие плодоносящие кусты. Но все равно все растет плохо и медленно. Жимолость в этом году, кстати, мелкая, мельче, чем в прошлом году, и еще не поспела. Вот год назад мы уже клубнику вовсе рвали, а в этом году даже жимолость еще вот пока не поспела. Вот у меня новые сорта, это здесь, я сейчас скажу, которые я хочу, я буду посмотреть, это княгиня. Вот, хотела я этот сорт, ну, попробуем. Ну, вот ягодки, но они, конечно, еще подрастут. Ой, а вот это кто? Слушайте, а вот сажала поздно, тоже княгиня. Ну, вкус пока не могу сказать, рвать заранее не буду, потому что ягода не вызрела. А вот малина каскад Делайт, ну, вот правда каскад. Ее, конечно, надо ей ставить шпалеру, подвязывать, но у меня, как всегда, все само растет. На подвязке, как говорила наша бабушка, любой дурак вырастет. А вот попробуй вырасти вот так вот. Вот, это, нужно посмотреть и видеть, вот каскад, каскад, и будет каскад ягоды. И вот мои малышнюю жимолости надо убирать. Ну, голубика, это вообще беспроблемное растение. Это вот саженцы, они вовсю цветут, вовсю, уже и плодоносить будут. Вот, это малина Нижегородец. Классная, обалденная, размер, вид, но вкус, в общем, не знаю. Оставила из-за того, что папик у нас радуется крупной ягоди. Пусть радуется. Так что вот так сейчас все происходит в нашей местности. Все так растет. Теплицы у меня нет, она есть в городе. И используется исключительно для каких-то саженцев, там, пересадки на какое-то время. Вот я вам сейчас покажу посадку огурцов. Увидите, как она выглядит. И скажу, почему она так выглядит. Вот здесь я сажаю 15 лунок. Я еще не высадила. Зернами не буду сажать. Можно, конечно, посадить под кипяток, но даже не буду. Есть рассада, но ее еще пока высаживать опасаюсь, потому что холодно. Холодно. Кстати, у себя не могу показать, потому что давно эту проблему решила. Очень много обращений ко мне по поводу мучнистой росы. На всем, даже на яблонях. Вот уж на что растение, скажем так, большое и крепкое, и не так часто поражается таким патогеном. Да, мучнистая роса. Крыжовники присылают страшные фотографии, страшные. Но что могу? Могу дать совет, чтобы попытаться сохранить урожай. И спробуйте способ такой. Я совершенно случайно этот рецепт сама придумала. Скажу честно, сама придумала. Был один момент, когда я с розой, с комнатной, занесла жуткую форму мучнистой росы и не помогало ни что, ни химии, ни биологии, ничего. Я взяла одну таблетку аллерина, одну таблетку гомоира, растворила все это в литре воды и добавила туда и когель. И вот этот раствор убрал мучнистую росу. Причем больше мучнистой росы я не видела ни на этой розе, ни на соседних. Она начала заражать соседние розы. У меня была большая коллекция роз. Я как раз тогда училась в академии и именно специализировалась по розам, по агрономии, по выращиванию роз. И этот способ, кстати, использовали очень многие мои садоводы, кто обращался за советом. И действительно, вот хорошо помогает. Я как-нибудь в следующих программах расскажу, за счет чего это достигается. Ну, попробовать всегда можно. А вот применение химпрепаратов, особенно если вы хотите собрать ягоду, это недопустимо. Опять же, вчера было обращение, что... А, ну это было про долгоносика. Долгоносик на клубнике и в садовом магазине дали аллатар. Я не помню срок ожидания, но когда цветет клубника, это точно нельзя применять. То есть, ну, можно применить, можно съесть ягоду, но для тех, кто не хочет вот из этого пузыречка потреблять этот сам аллатар, то это недопустимо этого делать. Вот, поэтому нужно, как говорится, иметь в своем арсенале несколько вот таких вот безопасных, но очень эффективных, ну, рецептиков. И бороться со всеми напастями, такими щадящими, прежде всего, для нас методами. А вообще, я вам скажу, почему нету, да, мучнистой расы, Господи, как бы не сглазить. Я заставила землю защищать растения. Вот, то есть, разными биопрепаратами, которые поселены в землю, я добиваюсь того, что у меня все само растет и не болеет. Почему? Потому что у любого патогена в природе есть антагонист. То есть, есть другое там, или бактерии, или гриб, или еще что-то, или насекомое, которое уничтожает вредителя. Иначе растительности на земле бы просто не осталось. Ну, на сегодня я прощаюсь. Коты мои хотели, чтобы они тоже попрощались, куда-то ушли. Я желаю вам больших и хороших урожаев, и пусть у вас на участке все само растет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова